здравствуйте новости зарубежной недвижимости от приан самое главное на мировых рынках сегодня а греции великобритании турции но начнем начнем с финляндии местные сми опубликовали реплику министра обороны анти хякинина он мечтает запретить сделки с недвижимостью гражданам россии правда законодательной базы для этого в стране пока нет но весне чиновник хочет ее создать новость конечно мало приятная хотя в настоящий момент и мало кого затрагивающие россияне финляндии в прошлом году покупали совсем неактивно меньше 150 сделок это я полагаю значительная часть в официальной статистике этой сделки с участием лиц имеющих двойное гражданство но все равно вопросы есть главные из которых могут ли подобные ограничения ввести в будущем и другие страны европы тут есть несколько соображений первое пока и в финляндии собственно еще ничего не запретили а хотят то постоянно последние 15 лет с разной степенью интенсивности второе еще осенью прошлого года власти сумме заявили что не видят смысла в подобных ограничениях ведь и сейчас кандидатуры россиян вообще граждане и стран с одобряются ну или не одобряются тем самым министерством обороны и наконец третье даже если никаких запретов не будет надо быть готовым к тому что собственников из россии будут проверять по понятным причинам мир стал куда более подозрительным теперь в турцию к заковыристому закону о краткосрочной аренде который не на шутку расстроил тех кто зарабатывал на турецком жилье и более того кто с этой целью его и покупал закон действует с 1 января но первый месяц года идет некий переходный период то есть проверки кое-где начались но проверяющие пока что не лютует главная проблема для собственников известно им необходимо получить разрешение на сдачу в аренду от всех жильцов в доме это правило так и не смягчили нотариальное согласие соседей нужно приложить при подаче электронного заявления на лицензию есть правда альтернатива внести изменения в устав жилого комплекса если он имеет туристическую инфраструктуру тогда можно обойтись восьмию десятью процентами голосов управляющие компании засучили рукава и организуют собрание легче всего такие согласия как раз получается собрать в мини-бутик комплексов с квартирами небольших планировок один плюс один студии где расположены так как все собственники приобретали такую недвижимость для туристической аренды в таких комплексах и если в доме небольшое количество квартир то теоретически собрать стопроцентное согласие от всех собственников задача выполнимое это можно на практике увидели сейчас у нас несколько комплексов как раз получили такие разрешения а вот если речь идет о крупных жилых комплексах с большим количеством квартир тут уже сложнее тут даже сложно собрать 80 процентов голосов для изменения устава комплекса с некоторыми собственниками даже нет связи так как много иностранных владельцев но предположим лицензия получена дальше иные сложности например есть весьма жесткие требования к рекламе арендного жилья в ней надо указывать подробнейшие данные вплоть до размера кровати другой не самый логичный момент по правилам в каждую спальню могут заселяться не более двух взрослых то есть квартира 1 плюс 1 получается не больше чем на двоих квартира 2 плюс 1 на четверых и так далее ну и конечно удручает что турецкие власти не слишком объясняют все детали закона поэтому риэлторы пока дают своим клиентам простые советы и сами пытаются убеждать собственников пока мы принимаем резервацию на аренду минимум от 101 дня и более на более короткий срок не сдаем так как уже начались проверки и мы даем несколько советов нашим собственникам первый совет это обращаться в управляющую компанию в комплексе для созыва собрания жильцов по данному вопросу так как больше всего именно собственники недвижимости не застройщик не управляющие компании именно собственники заинтересованы в решении данного вопроса и второй совет даже если вы не сдаете в аренду давать согласие так как если дом и комплекс будет подходить для туристической краткосрочной аренды это повысит ценность и стоимость вашей недвижимости завершая тему горячий арендный сезон в турции начнется все-таки не сейчас а через три месяца думаю к тому времени ситуация окончательно прояснится и возможно в правилах появится чуть больше логики ну а теперь хочу пригласить вас на удивительную территорию в 25 квадратных километров фантастическое место особенно в наши безумные времена фантастическое своей красотой спокойствием тишиной возможностью хоть ненадолго но отключиться и привести в порядок душу чувства мысли крошечный греческий остров паксос из обжитых самый маленький в ионическом море две с половиной тысячи жителей тут постоянное население сообщение с внешним миром исключительно по воде самый близкий аэропорт на соседнем острове корфу но это не классическая жизнь отшельников все необходимые атрибуты цивилизации на паксосе разумеется есть недвижимость тут дома и виллы едва ли для собственного тем более постоянного проживания сезон на паксосе длится чуть больше полугода а зимой остров вымирает не думаю что такая жизнь всем подойдет поэтому в первую очередь инвестиции летом туристы в основном англичане увеличивают население острова в 10 раз а ставки аренды здесь в полтора два раза выше чем скажем на корфу плюс конечно здесь можно получить золотую визу за недвижимость от 250 тысяч евро напомню что граждане россии и белоруссии со вторым паспортом по-прежнему имеют законные основания на получение такого греческого внж ну а сейчас на экране вы видите фрагмент фильма который мы выпустили вместе с компанией рула рова real estate мы предлагаем к нашему выпуску ссылку на него погрузитесь в атмосферу гармоничного удовольствия заключение перенесемся в англию как вам возможность получать 8 процентов годовых фунтах причем сумма это гарантирована на 10 лет к тому же можно провести сделку в рублях причем законно думаю это заинтересует многих следующий четверг 25 января все подробности в прямом эфире на первом в двадцать четвертом году вебинаре при он с компанией интермарк real estate мы расскажем все подробности про инвестиции с гарантированной доходностью в загородные отели великобритании участие в вебинаре традиционно бесплатное надо лишь зарегистрироваться ссылка на страницу регистрации также как обычно прикреплена к этому выпуску новостей ну а если он вам понравится не забудьте поставить лайк до встречи через неделю традиционно всем мира и безопасности